Доброе утро, друзья! Животрепещущая тема. Сенатор Антон Беляков предложил уравнять сожительство с официальным браком. Будем разбираться. И по этому поводу сегодня у нас в гостях адвокат, кандидат юридических наук, а также специалист по международному семейному праву Галина Старстина. Доброе утро! Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Венера. Доброе утро, уважаемые телезрители. Антон Беляков хочет, чтобы если в течение пяти лет живут вместе мужчина и женщина, то этот брак приравнивался к законному браку. А если у них дети в это время появились, то в течение двух лет. Так? Ну, близко к истине, но только там еще нужно добавить не только совместное проживание, но еще и ведение совместного хозяйства. Да. Всегда, когда начинаешь разбираться в какой-то теме, всегда нужно, чтобы было понимание, а сколько вообще у нас незащищенных, насколько у нас много тех людей, которым актуально. Кому это нужно? И важно, да, этот вопрос. Может быть, там какая-то небольшая группа людей, но, может быть, это не так актуально. Я думаю, для России это очень актуальный вопрос, потому что очень много пар живет именно в таком виде браку. Да и пусть живет. Я вот вас хочу немножечко погрузить в историю этого вопроса. В 1926 году мы получаем семейный кодекс, который уравнивает фактические брачные отношения с браком зарегистрированным. И мы живем с этой ситуацией 18 лет, потому что ведь только в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР, значит, эта ситуация прекращается, и дается рекомендация гражданам вступать в брак и регистрировать их. То есть такая новация, она уже не новация, она была и 18 лет существовала. Я могу сказать, что здесь абсолютной новизны нет никакой, потому что в таких отношениях наша страна уже пребывала. Когда в 1996 году у нас появился новый последний семейный кодекс, по которому мы живем с вами сейчас, и вот именно с этого момента у нас пошла лавина гражданских, в кавычках, браков. То есть как угодно его можно назвать, фактически гражданские, сожительство, как угодно. Все, и на сегодняшний день ситуация такова, что люди начинают попадать, на мой взгляд, в ловушки. Давайте, молодые, поживем, посмотрим, чтобы не сделать ошибку, чтобы выбрать того избранника, которого нужно. Да и ответственности, опять же, меньше для мужчин. Почему я начала вопрос... А почему для женщин-то не... Я считаю, что для мужчин. Я буду все равно сражаться за права мужчин, и все равно буду думать, почему для мужчин-то. Ну, потому что мужчина может попробовать, ему скажут, ну, я что-то, я еще посмотрю. А что такое случилось с женщиной, что она не попробовала? А женщина не пробует в это время? А женщина пробует, но она теряет годы. Мужчина, мне кажется, в 35, в 40... А мужчина годы не теряет? Чушь какая полная. Я хочу здесь, вот, может быть, о чем сказать. В любом договоре, да, всегда есть две стороны. Одна всегда сильная, а вторая уязвимая. Если мы будем говорить, а кто у нас в фактическом браке или в сожительстве более сильная сторона, ну, кто? Ну, мужчина, конечно. Разные бывают пары. Разные, но преимущественно мужчина более сильная сторона, женщина слабая сторона. Особенно, если в результате такого сожительства появляются дети, особенно если младенцы, то у нас получается, что содержание ребенка установить можно. А мама, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, такого содержания от фактического своего сожителя не получает по закону. В то время как в зарегистрированном браке, если ребенок маленький, уплачиваются алименты и на ребенка, и на содержание супруги. Здесь этого нет. То есть мы находим случай номер раз, когда это было бы не бесполезно. Следующая ситуация. Долго-долго живут вне брака граждане. Вроде все ничего. Потом что-то происходит, и наступает инвалидизация одного из супругов, скажем так. Опять же, если супруги в зарегистрированном браке, если они расстаются, то у супруга есть право на алиментное содержание от бывшего супруга. В этой ситуации его опять нет. То есть вот уже второй случай, о котором надо серьезно подумать. Я не зря вычленяю эти случаи как отдельные. Потому что когда мы начинаем говорить об имущественных правах, вот здесь я, наверное, даже проявлю, может быть, какую-то жесткость. Потому что когда люди решаются жить вместе, нужно все-таки быть осмотрительными и разумными. И если мужчина приходит жить, допустим, во время этого брака в семью своей супруги, он живет в сметане 10 лет, за это время он несет в свою кубышку, в свою кубышку и строит где-то себе там домик, оформленный на него, земельный участок на него, домик на него. И вот здесь вот такой момент интересный. Женщине нужно быть предусмотрительной. И при всей невозможной любви нужно все-таки определять для себя какие-то условия. Что если мы живем вместе и оформлено это на тебя, после того, как мы расстанемся, это будет только твое, а не мое. Это неправильно. К чему я призываю? К тому, чтобы отношения были честными. Чтобы мужчина проявил заботу о женщине, которую он оставляет, в случае, если они расстаются, уходя с благодарностью. Вот так. Все мужики сволочи, у меня такое ощущение, вот они неблагодарны, должны содержать женщину и в этом варианте, и в этом, и еще в конце, если они вдруг ее кинут, по их версии, а то должны еще и с почестями, с подарками отползать. Я вам, хотите, усугублю ситуацию. Значит, мужчина находится в зарегистрированном браке, но он любит ездить в командировки, он работает вахтовым методом, он часто отлучается из дома. И в итоге, по прошествии нескольких лет, мы иногда узнаем, ведь, что где-то на стороне у него есть... Что у женщины кто-то появился. Может же у женщины появиться? У мужчины и у женщины кто-то появился. Вот. И что там даже, может быть, и дети. Встает вопрос двоеженства. Да, конечно, встает вопрос двоемужества и двоеженства. Как с этим быть? А если еще, не дай бог, мужчина или женщина умрет, то встают вопросы наследования, и тогда получается, что у нас несколько жен, несколько мужей и все дети становятся наследниками первой очереди. Это мы сейчас про имущественный аспект вот этого законопроекта или инициативы, да, если она будет... Ну, в том числе этот вопрос же обязательно будет подниматься. Я считаю, что, наверное, все-таки эта норма не пройдет, потому что ничего в механизме защиты на сегодняшний день не прибавляется. Потому что если нужно будет доказывать, что это имущество совместно нажитое, мы везде теперь сейчас будем ставить по кавычке, да, в этом термине, то все равно нужно будет пользоваться чем? Свидетельскими показаниями, письменными документами, аудио-видеодоказательствами, фотофиксацией какой-то, да, там, заключениями, экспертиз на давность постройки, там, ну, чего угодно может быть. Это не возбранено и сейчас. То есть если хочет гражданин доказать свое участие в строительстве какого-то объекта, у него есть все возможности доказать это и сегодня. И без этого. И без этого. Мне думается, что случай приравнивания фактических брачных отношений, он касается узко каких-то конкретных ситуаций. Вот он глобально вообще вот так не может быть принят. Реально это приведет к какому-то умственному развитию людей, что они начнут задумываться, что если они живут в гражданском браке, то им не надо жить или надо свой брак закреплять или нет? Нет, вот, Сергей, мне кажется, вот именно в этом и может быть рациональное зерно. Потому что этот законопроект, он может быть просто побудительным мотивом таком для того, чтобы люди в конце концов стали действовать разумно. Определились. Да, и определились, нужно им регистрировать отношения свои или нет. Но на сегодняшний день, мне бы хотелось сказать, что 80% все-таки голосования носит протестный характер. Просто потому, что люди на сегодняшний день, которые избрали вот такую форму своего семейного устройства, не желают, чтобы кто-то вмешивался в их семейную жизнь, чтобы им на них возлагали еще какие-то дополнительные обязанности, и как следствие возникала дополнительная ответственность. Люди просто этого не хотят. Я пока не говорю о легкомысленности какой-то, но вот я считаю, что этот законопроект, он так взбодрил всех в хорошем смысле, потому что людям надо задуматься вообще о перспективах жизненных, о правах своих детей в конце концов. И все-таки термин «незаконно рожденные дети» мне не нравится. У нас в гостях был адвокат, кандидат юридических наук и специалист по международному семейному праву Галина Старостина. Спасибо. Спасибо.